И это группа писателей, которые были писатели, которые уже только начали писать, но и действительно создали серьезную депутацию, как Штернберг Альман, до войны. И основная группа это были писатели, которые начали писать в 30-е годы. В основном это были те, кто так или иначе учился в тех советских высших учебных заведениях, где были программы на ИДУШ, то есть в Москве, в Минске, в Киеве, в педагогических училищах. То есть люди, которые получили высшее образование, иногда было 2-3 человека, которые даже успели поучиться в аспирантуре, допустим, Вика Рубина, литературовед, который начал писать прозу, были критики. Уэйслендер, конечно, был таким живым классиком, но в 1962 году он успел, так сказать, поучаствовать в этом журнале, задать ему какое-то направление. То есть было ощущение, как мне кажется, преемственности, было ощущение, что, в общем, все это будет развиваться, но, конечно, необходимым условием для того, чтобы визитская культура развивалась, было какое-то наличие образования, то есть чтобы был приток молодых. И этого не было, и стало понятно, я думаю, что довольно быстро, что этого и не будет. То есть вот та политика, которая была симулирована в 1938 году, неофициально, а именно, пожалуйста, культура, театр, литература, ну, конечно, в определенных рынках, но, в принципе, или же народ, язык народов СССР признанный, официальный, но никакой образования, то есть никакой подготовки к следующему колене. И вот, я думаю, что эта проблема осознавалась, но она, может быть, не была самой главной, как бы для тех людей, которые как-то вот, ну, руководил журналом, безусловно, как все, я думаю, знают, Арон Верьевич, человек очень волевой, со своим совершенно четким представлением, такой авторитарный, с очень близкими и хорошими связями наверху, не только в Союзе писателей, в Курнаву уложен Союз писателей, но и, так сказать, прямо в ЦК КПСС. При этом ему удалось в 60-е годы поставить себя, как бы, несколько отдельно, то есть он ездил за границу, представляя советско-еврейскую культуру, постоянно вступая в споры, значит, с возможными оппонентами, в основном с левыми, как бы, социалистами, то есть, естественно, что главные враги были, так сказать, те, кто были, в общем, идеологически достаточно близки. Но журнал он держал под своим полным контролем, кого-то он там любил, кого-то не любил. И все это продолжалось примерно до начала 70-х годов. Ну, естественно, что более пожилые умирали. Но война 67-го года и потом, в большей степени, война 73-го года оказались неким поворотным моментом. А именно журнал официально стал из литературно-художественного общественного политического. То есть, это было заявлено, как бы, официально к нему добавился отдел, так сказать, какой-то вот текущей пропаганды политики, и он стал гораздо более антисианинским. То есть, если в 60-е годы, там можно найти, например, рецензии на книги, которые выходили в Израиле, которые писались, книги на иврите, кстати, там была, мне кажется, одна из самых интересных рецензий на книгу израильской литературы Веда Дамы Милеона, которая вышла на иврите, то в 70-е годы все это сходит на книгу. Продолжают печататься статьи исторического плана литературы Ведческого, исследования Вильскера, допустим, такого ленинградского востоковеда. Те вещи, которые на русском языке не печатались. То есть, очень интересная была там секция, посвященная искусству, значит, вклеить цветные, которые всегда, благодаря редактору, была такая Соня Черняк, которая знала многих художников, всегда там были представлены художники, которые, опять же, как бы, вот в официальном таком обороте не были известны, особенно в союзном масштабе. То есть, там было всегда много интересного материала, но он занимал такое, как такое периферийное положение. В основном, конечно, это была проза, стихи и какая-то такая вот идеологическая, значит, начинка, которая часто Лев Геррис, опять же, пользуясь своим положением, он часто переводил своих каких-то друзей, референтов из ЦК КПСС, которые получали взятые гонорары, и это позволяло ему, во всяком случае, вот быть в постоянном контакте и оказывать им какие-то мелкие услуги. Но вот такой у них был, как бы, небольшой товарообмен. И, конечно, вот эта вот антиизраильская, антисионистская линия там стала очень мощной. Соответственно, начало Алии, то есть, группы писателей, там вышли из-за коллегии, по-моему, Вольф, Херли, уехали в Израиль, стали сразу, так сказать, резкую оппозицию Лев Геррису, выступали на, там, Брюсселе был, всем сказать, в четвертом году конгресс по поводу советских евреев. То есть, журнал оказался на переднем плане, на переднем, как бы, фронте холодной войны. Что, вообще говоря, совершенно не цепичен для культуры на Ильиш, поскольку она, как правило, в общем, не занимается такими насущными проблемами, политическими проблемами своего времени. А тут вот Ильиш оказался одним из фронтов, соответственно, советской стороны Лев Геррис, с той стороны, там, другие люди. И вот этот вот полемический задор, он, конечно, как-то загораживал и, в общем, заслонял, мне кажется, часто то интересное, что, на самом деле, в журнале всегда-всегда было. То есть, 20% каждого номера, я думаю, представляется, действительно, с высокую ценность научно-исторического художества. И вот интересно, что, если сейчас об этом как-то задуматься, попытаться это как-то реконструировать, что Лев Геррис, на самом деле, действительно думал о том, что нужно подготовить смены. И использовал те возможности, которые были в его распоряжении, прежде всего, как довольно важный член Союза писателей. И в качестве вот такого, действительно, мне кажется, революционного шага он открыл в 81-м году еврейскую группу на высших литературных курсах. Значит, высшие литературные курсы – это отделение Института литературы Небольшего Московского. Сам по себе институт находится в ведении Союза писателей. То есть, он тоже занимает как бы отдельное положение в советской иерархии. Он не подчиняется Министерству высшего образования. Готовит он как бы писателей. А высшие литературные курсы – это второй высший образователь, как сейчас называется, который получают люди, которые уже как-то себя привели в литературе, опубликовали, может быть, какие-то книги. Часто это член Союза писателей, но обычно с периферией. Которые приглашаются в Москву на два года. Получали они тогда стипендии, как сейчас помню, 150 рублей. В общем, значительные деньги. Они получали общежития. Главное, что они получали доступ вот к всей этой структуре Союза писателей, издательства, литфонд. Что было очень важно. То есть, их выбирали, их приглашали, и они становились как бы в следующем календаре. Те, у кого не было высшего гуманитарного образования. Каждый год набиралась группа на эти высшие литературные курсы. Или через год. Ивергеносу удалось открыть еврейскую группу. В 81-м году. И в группе в этой учились, ну, многие, то есть там училось 6 человек. Сейчас пытаюсь всех вспомнить. Значит, это был Сандер, Беринский, Бродский. Три человека из Молдавии. Из Кишинева был Пянс. Чернин. Чернин, да. И Пянс был более как человек пожилой. И кто-то еще. Да. Но видно, что уже вот Кишинев действительно поставлял как бы половину английских писателей. Соответственно, эти люди, которые оказались в Москве, и в то время еще были преподаватели, были люди вокруг редакции, как, допустим, Ривка и Рума, которые действительно были широко образованными людьми со своим взглядом на еврейскую литературу, которые им преподавали. То есть таким образом подготовилась вот эта вот новая, вот эта вот смена. На самом деле о том, что происходило в Кишиневе, я, конечно, не знаю ничего. Я могу себе как бы представить, что, безусловно, если представить себе Сандера из этого поколения писателя, ну, уже тогда самого, как бы, значительного, самого такого и признанного, и, можно так сказать, самого амбициозного, то есть пытавшегося писать не только рассказы, новеллы, а пытавшегося работать данные романы. Прежде всего на материале 50-го года рождения родился он петь, учился в Кишине, образовывал музыканта, преподавал в музыкальной школе, по-моему, играл даже какое-то время в оркестре на скрипте. Да, и при этом вот человека с детства вышел в, не только в, видишь, говорящей семье, но в, видишь, говорящем городе. Человек, который вот это все, то, что сейчас мы пытаемся, то, о чем Маша, я думаю, рассказывала на лекции, пытаемся собирать по крупицам, все это было просто вот частью его жизни. И вот как мне кажется, я надеюсь, что мы это увидим, это видно сейчас, когда мы читаем его ранние произведения, видно, как вот это все становится, преобразуется в какую-то, понимать, какую-то художественную форму. То есть Сандер – это такой, как бы, прозаик-реалист, в Эсенбаумском смысле ему противоположен, потому что это поэт, романтик, режиссер, человек с замечательным воображением, фантазиями. Чернин, который известен, я думаю, в половине присутствующих здесь, человек совершенно другого склада, выучивший Ильич, такой довольно, в общем, агрессивный в этом плане, как бы сказать, неофит, который в 81-м году тоже, в общем-то, вопреки всяким правилам здравого смысла, принимает работу в журнал. То есть Венгелес, понимая, в общем, что он делает, кого он к себе берет, человек, который, как бы, не остановится там перед какими-то скандалами, скандалы сразу последовали. Он его берет к себе на работу. Даже драки тоже. Да, вот, скандалы, правда, были связаны не с Ильичем, они были связаны с горскими евреями, с крымчаками, о которых Чернин, который тогда вот только закончил университет, ездил в экспедиции, любил все эти экзотические сюжеты, и он написал статьи, где, как бы, вот эти группы представлялись в качестве евреев. Эти статьи, наверное, были переведены какими-то доброжелательными, и воспоставленные горские евреи, какие-то члены, там, я не знаю, близкие к ЦК, полковники и прочее, сразу начали писать доносы, что вот журнал вот занимается такой сианинской пропагандой, значит, их татов, совершенно невинных и крымчаков, которые никакого отношения к этим евреям не имеют, и как бы примазывают к этому сианинскому агрессивному народу. То есть это, на самом деле, довольно серьезно было тогда все-таки, это 82-83 год, такой брежневский, как бы, такой застой, и тут надо дать должное пределиться, что вот в этом смысле он оставался таким еврейским националистом, то есть он стал на защиту Чернина, и это все, как бы, своим, используя свое влияние, весь этот скандал загасило. И вот сам же, мне кажется, начал печататься тоже тогда же, когда в 81-м, может быть, раньше, и ему удалось, в общем-то, пожалуй, единственному в Советском Союзе стать профессиональным писателем на их штатах. То есть, действительно, представиться о человеке, который никогда не ходил в школу на этом языке, никогда не получил формальное образование, благодаря своему способностям, конечно, знанию, благодаря школе, которую он получил у Шрайбана, он сумел стать вполне признанным писателем, его приняли в Союз писателей в Молдавии, ситуация, которая, как мне кажется, была возможна, опять же, только в Молдавии, я не думаю, что в какой-то другой республике вот такой вот экзотический писатель мог бы оказаться, в общем, все-таки, членом Союза писателей было бы очень привилегированное положение, это был достаточно высокий статус. Вот рассказ, который я хотел прочитать, я надеюсь, что некоторые из вас его уже успели хотя бы посмотреть, я его выбрал в силу, скорее, такого этнографического интереса, рассказ, кажется, 1981 года, вот он вошел в первую книгу Сандера Моидиша, по-русски он вышел в книге «Тупени к чуду» и в «Альманахе год за год», который был приложением журнала «Советский шеймон» на русском языке, и начал выходить в 1986 году, то есть с самого начала перескопа. Речь здесь идет, краткий сюжет, я даже, наверное, Маша может вам пересказать. А ну почему? Кто там, собственно, что там? Потому что я бы хотел, чтобы мне не только я говорил здесь, а вот, я бы, то есть идея такая, что мы, краткое содержание, и затем посмотреть на, буквально, на несколько абзацев, на такие вот фрагменты, фрагменты, чтобы понять, как это делается, что же тут написано. Потому что так, если его читать, просто вот, ну, рассказ, рассказ, в конце концов. Много тогда рассказов писал, с таких вот реалистических рассказов, с какой-то жизнью простых людей. На первый взгляд, в общем, ничего особенного, никаких там невероятных художественных изысков нет. Но мне кажется, есть там много интересного, да? Ну, вот, может быть, кто-нибудь начнет. Я тебе начну, а вы продолжите. Да, да, да. Герой зовут Гавриил Шапсович, да? Он живет в городе Бельце с тетей Баси вдвоем. И время происходит, действие происходит сразу после войны, во время которой они выжили, и живут в городе Бельце. Он устраивается на работу эволюционером, к большому возмущению своей тети, которая ему говорит, что твой дед не был милиционером, твой прадед не был милиционером, твой отец не был милиционером. А ты, значит, будешь милиционером. Он говорит, что неважно, значит, ему нравится это делать. У него он служил на фронте, и потом ему как-то хочется продолжать эту службу, и он устраивается этим самым милиционером. Дальше пропущем очень интересную страницу. Сейчас, пока он милиционером устраивается, тут вот я хотел проставлять внимание, на несколько моментов как-то копии легли. Вот он ей говорит, да, ну так что вы, тетя, выходит, мне тоже веревки видеть, как по бытии немножко. То есть ясно, что он происходит из самых таких бедных ремесленников, занимавшихся, в общем, тяжелым и малооплачиваемым трудом, и он хочет сделать что-то другое. Он хочет как бы вывозить из этого вот круга традиционных еврейских занятий. И как он становится милиционером? Ну, его приглашают в военкомат, да. Тут замечательная фраза на следующей странице в середине, вот, на улице весна 49-го, и, конечно, хотелось бы начать, в конце концов, нормальную жизнь. Фраза совершенно невинная, но понятно, что весна 49-го года, это время как бы абсолютно, как бы сейчас сказали, знаковое. Да, вот эта вот ирония, которая здесь зашла, что весна 49-го года, хотелось бы начать нормальную жизнь. Это не значит, что его там сразу арестуют, вот, что говоря, и выгонят из милиции, наоборот. В общем-то, случаи такие были, как мы знаем из наших экспедиций в Могилеве-Подольск, но тогда вот многие евреи, которые демобилизовывались из армии, обстановка была сложная, действительно, там, мандитизм, в общем, проблем много, нужны милиционеры, и, в общем, выбирали людей, по-видимому, по их, так сказать, характеристикам, которые они получали там в своих воинских частях, достаточно объективно. И вот как вот это вот работает, то есть он, в общем, какие-то сомнения у него есть, потому что тетя, к тете он очень привязан, у него отец и бабушка погибли во время оккупации, они с ней выжили, причем тетя, как бы, всю жизнь отдала ему, а он там позже будет, что он не убежал, то есть он мог бы убежать, когда их мы догнали где-то, вот он остался с тетей, то есть у них такая связь, в общем. И, конечно, ее мнение для него важно, но тут вот интересный момент, тоже, по-моему, подтверждается он замечательно этими самыми информантами, скажем так, да, ему говорят, нам поручено направить в билицию шесть человек, хотите быть одним из них, приказывать вам я не вправлю, поэтому просто спрашиваю, хотите, сейчас Сувич посмотрел на портрет Сталина, висевший на головой майора, и вдруг почувствовал, что больше сидеть не может, что-то внутри него, что-то такое, что влюблась в нем за пять лет службы в армии, заставила ее встать, да, он выпрямился и громко по уставному отчекает, так точно хочу, товарищ майор, вот это вот, товарищ Сталин, который ему, а? Всю жизнь в религию не верил, но уважал до 56-го года верховного. Да, 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 там дальше будет такая фраза, что в религию он не верил, но до 56-го года уважал верховного, а в 56-м году и это отняли, да, и дальше у него уже начинаются в голове всякие сомнения, и вот это вот тоже, мне кажется, очень, как такой четкий, совершенно конкретный штрих, когда вот один вид, портрет товарища Сталина на людей действовал каким-то таким магическим образом, не знаю, насколько нынешняя молодежь может это себе представить, но художественно, мне кажется, это сделано очень, как бы, емко, да. Отец его, отец его перед войной, когда умерла его мать, он женился на родове, это там дальше говорится, да, и уехал в Теленеш, да, вот, из Бельц, да, а про Теленеш, то тут если мы откроем рассказ Фюзенбаума, следующий, не тот, который я включил, но начало, это тот анекдот, который Валера недавно рассказывал, вот, Фейнгеля, может вы помните такой анекдот, к Ребе приходит женщина и обращается к нему, Ребе, посоветуйте, что мне делать, у меня нету детей, но это еще не все, а что еще, спрашивает Ребе, ой, Ребе, про бабушку моей у меня не имела детей, бабушка не имела детей, и мама моя тоже не имела детей, да, но если так, то откуда же тогда вы, а я из Теленеш, то есть, не говоря ничего плохого о Теленеш, то Сандер, как мне кажется, да, апеллирует вот к этому известному из фольклора сюжету, который, конечно, русскому читателю в Москве не говорит, ну, как бы ничего, то есть, отец уехал из Бельца в Теленеш, то есть, он не как все нормальные люди приехал из Теленеш в Бельце, а дальше в Тишинев, а дальше, я не знаю, там, в Одессу или в Москву, потом в Америку, а он наоборот, он как бы понисходящий, да, и, как мы потом знаем, он там и погиб. но это как бы уже показывает нам вот эту вот диспозицию, скажем так, семьи, то есть, на самом деле, конечно, этот Гавриил Шапсович, который не кончил даже школу, а учится в вечерней школе, он изо всех всего хочет вырваться из этой, как бы, среды, местечковой, такой, которая ограничена не только умственно, но и экономически, рост занятий, и прочее, да, то есть, это вот две начала, первые там, полторы страниц, которые показывают нам четко, когда и где все это происходит, да, дальше вот одна страница у нас пропущена, но Машу я прочитала. Не, не помню, что это было конкретно на той странице, там дальше, да, что там дальше интересно, он начинает служить в этих самих амилициях, и личная жизнь не складывалась, и считает того, что ему присвоили знания старшины, значит, на несколько лет его младше, вот он начинает за ней ухаживать, и понимает, что все, что говорил ему тетя насчет того, что купи новый костюм, там, и вообще не быть милиционером, становится гораздо более актуально и страшнее, когда это говорит, вот эта прекрасная Люба, да, но, как говорится, все очень грустно, потому что папа Люба не разрешает с ним общаться, и увозит ее срочно из города, и таким образом, как бы он оказывается один. Да, то есть так до конца, вот, рассказ кончается, в 75-м году, как вы думаете, монстр? Ну, он зоится один, один из шести, один, вообще как один. Один, вот почему он, так сказать, так у него лишнее, то есть, ну, обычная история такая, счастливая, она как бы о том, как, в конце концов, какая-то любовь, и все кончается хорошо, а тут все кончается, в общем, довольно грустно, но вот, начало вот этой, вот, как бы, тетя, которая ему, как-то так говорит, что, ну, зачем тебе это нужно, и да, постоянный, постоянный рефрен, что, в общем, не наше это дело, как бы служить в милиции, да, работал? Обычные вражды, людские дети, латышки, 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 да, а что скажут умные люди, вот это у нас, то есть, он четвертая страница, на следующий, да, что лучшей работы, Басин-длюмянник себе не нашел, то есть, вот он пошел, как бы, служить этому государству, а он, естественно, поскольку, все его, как бы, сознание сформировано в Советском армии, естественно, он сразу начинает возмущаться, и, как бы, реакция всегда, вот, такая резкая, он говорит, вот как, кто же эти умники, спекулянты, горы, барахольчики, а тетя, все еще живешь при румынах, то есть, при румынах, жили так, и мы знаем, чем все это кончилось, да, мы знаем, так сказать, как эти румыны себя повели, то есть, нужно делать что-то другое, и эта ситуация, которая здесь описана, представлена, как, ну, судьба, вот, одного, такого, в общем, простого, совсем, человека, бедного, достаточно ограниченного, который хочет, чего-то другого, хочет, какого-то, каких-то изменений. Словка улицы, вот этого электромеханика, в примере, в этом селе, Рейдене, подряд, который, описывал, как он порвался, и бюджуафин средой, совершенно всерьез. Да, ситуация, когда человек приходит с фронта, он, еще если у него военная форма, или милицейская форма, то, в общем, выглядит это красиво, так сказать, а таких, которые получают стабильную зарплату, которые имеют, там, какой-то вес в обществе, который, как-то там, с начальством, в общем, ясно, что у него гораздо больше возможностей, чем у простого человека. Естественно, что он довольно завидный, жених. в этом случае это не работает, то есть отец сразу понимает, что это совершенно не для них, и увозят Любу, причем эту Любу увозят в местечко, да, так, она, отец сватает ее, соответственно, в Шридах, за сына своего друга из местечко, и она уже в местечко, опять же, как вот его отец уехал в Толинеш, так сказать, направление здесь, а потом она уехала во Львов, и там, значит, она родила ребенка, и все это, все на этом закончилось. Так что, вот эта ситуация, опять же, ситуация совершенно конкретная, но, как мне кажется, ее вполне можно себе представить не только здесь, и в это время, а ситуация, которая была для еврейской литературы, в том смысле характерной, и в 19 веке, когда есть у нас еврейская среда, есть у нас традиционное общество, и есть молодой человек, который хочет чего-то другого. Обычно это вот, как раз такой маскел, который как-то вот узнал какие-то новые идеи, какие-то у него новые мысли в голове завелись, и он решает, что нужно ему с этой средой порвать, и в каком-то смысле пойти на службу вот этим вот новым идеям, вот этому вот тому, что ему кажется, будет определять будущее. В классическом виде такая ситуация, представлена в романе Менделя и Клячева. Значит, Кляча, это такая аллегория, скажем так, или притча, в которой есть много смыслов, об этом Менделя в самом начале пишет, в предисловии, что в книге это много-много разных смыслов, разных уровней, каждый понимает, там есть, так сказать, сипшат, то есть, есть простой смысл, есть литературный смысл, есть мистический смысл, вот, и тот, кто поймет всю эту книгу, он поймет главный секрет, это именно секрет налогообложения в еврейской общине, что это главная тайна, сон, так сказать, каким образом олигархия распределяет доходы, расходы, вот, это, так сказать, высшая степень постижения. Но его герой, этот самый, эссиролик, значит, который хочет стать врачом, он прочитал несколько книг, он знает, что таким образом он будет служить своему народу, он знает, что вот это вот будет будущее, он тоже отказывается, ну, не тоже, он отказывается, знает на всех этих вариантов женитьбы, поскольку, например, что-то его сразу, так сказать, прикурет к еврейскому обществу, он за всех сил учится, 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 читает книги, с тем, чтобы сдать экзамен за экстерпном, за русскую гимназию, дело там происходит где-то в начале, в конце 60-х, в начале 70-х годов 19-го века, книга написана в 1873 году, и когда он, когда он сдает эти самые экзамены, приезжает он в Киев, там собирается комиссия, и ему начинают задавать вопросы не о том, что он учил, там, не естественные науки, не, там, я не знаю, есть биология, физика, математика, а начинает его экзаменовать по русскому фольклору, и этот самый русский фольклор, которого он, в общем, не знает, и которому, кажется, еще дичей, чем то, что вот он, с чем он порвал, да, совершенно его, в общем, в конце концов, сводят с ума, то есть ему начинают являться во сне всякие там бабы-яки, и он понимает, что вообще говоря, вот это вот общество, к которому он так стремится, оно в основе его тоже лежат совершенно такие же дикие представления, то есть, на самом деле, это совсем не то, как вот ему это все представлялось, ну, не так, чтобы здесь это все происходило ровно, также, но, мне кажется, какая-то аналогия есть, то есть, есть герой, который пытается вырваться из этой среды, и, конечно, служба в милиции, служба, как бы, этому государству, это, в общем, по-видимому, самый простой, самый ясный, самый понятный, вот, вот, дальше, после того, как мы познакомились с этой ситуацией, тут замечательное, мне кажется, есть описание, вот, два абзаца на 175-й странице, даже, может, вся 175-я страница после, после, вот, вот, пропуска, да, участок Шарцовича охватывал четыре улицы в квартале, называвшемся Цыгани, да, я не знаю, кто-то знает Бейца, тут, то есть, очень интересно, цыгани, цыгани, как Брехов говорит, капсанин, да, то есть, в каждом городе есть определенный квартал, да, и четыре улицы, улицы, интересные, да, Доканатная, Кишиневская, Кузнечная, Первомайская, что, как бы, нам говорят названия этих улиц? Значит, Канатная, понятно, что там жили те, кто делал эти самые веревки, как вам, Кишиневская, как бы, видимо, одна из центральных улиц, которая ведет на Кишинев, Кузнечная, это тоже другое, как бы, ремесло, и Первомайская, ну, вряд ли это от города Первомайска, это скорее, нет, не то, что она ведет в Первомайске, да, то есть, она называлась раньше, там, какое-нибудь у нее было название, которое, может быть, звучало недостаточно по-советски, поскольку Кузнечная, это, в общем, пролетарское название, она была какая-нибудь там, я не знаю, торговая, еврейская или еще какая-то. Тихо-майская, но вот эти четыре улицы, как бы, определяют не только географическое, как бы, вот это пространство, они определяют, и в каком-то смысле, вот, ну, можно так сказать, символическое пространство этого, то есть, Кишинев, понятно, что это ближайший центр, Канадная, Кузнечная, Провомайская, это советская. Дальше, вот это, по-моему, замечательное описание. После войны там строились наспыть, без особого плана и расчета, кто как мог, лишь бы крышен над головой. Каждый хозяин сам месил глину, подмешивая соломы, сам формовал высокие кирпичи, сушил их на солнце посреди улицы и сам своими руками кирпич к кирпичу складывал стены. Соман. Соман назывался. Да, да, вот это вот те классические еврейские дома, которые исследует Алла Соколовы, которые мы видели в Рашкове, может быть, в Сороках, да, ну, вот так, да. Так весной, вернувшись в родные края, ласточки склеивают клюзиками свои чистенькие гнезда из кусочков грязи. После горьких, мы так, на фронте в эвакуации в гетто в каждом снова, снова желажеланное слово дом. Свой дом, не зря говорят, что дом это не просто глина и плевна, это душа человеческая. То есть, грязь, вот как бы очень важное слово, как мне кажется, дома, которые строят из грязи, как ласточки свои гнезда, это такая довольно простая метафора, но у нас здесь угрожает это. Но, в принципе, технология этого дела представлена. Чистенькие гнезда, муталов, которые занимались, значит, это не просто учение. путешественниками русскими, которые описывают в Газарбе в Европе в 15-15 веках, там некий русский путешественник описывает Хатима, тоже в Бессарабской гнездах, и пишет, что у евреев, у каждого народа есть как бы своя строительная технология, там, вот русские, не знаю, гнездах рубят, это как бы, это такая важная часть нечестия. А у евреев пишут, что у них тоже есть свои какие-то строительные секреты, они научились строить дома из грязи. Вот такая какая-то нация звучит из грязи. Это как бы главный секрет в этой строительстве. Да, эти дома, конечно, в принципе, недолговечные, которые надо постоянно поддерживать, какой-то, опять же, символ вот такой временности этого самого бытия, можно сказать, в Галуте, если как бы вся не искую принять идею. И теснились домешки друг к другу, и нередко случалось, что одна стена разделяла два дома, но одна крыша эти два дома соединяла. Вот это вот совершенно классический прием, когда два дома соединяются в один, опять же, описаны Аллой и Соколовой. Очень технично. Как бы, вот главная идея, что эти дома действительно расположены очень тесно, гораздо теснее, чем дома, так сказать, неимрийского населения, где в каждом доме есть полисадник, и есть какой-то еще там кучный участок. А здесь они просто вот один к одному, и они даже сливаются. С каждым годом улицы становились длиннее, оживленнее, шумливее. Первое послевоенное поколение ребятишек высыпало на них из домов, и звонкие голоса детвора заполняли. И они играют в футбол. Естественно, что они еще делают? Они играют в футбол все время, когда надо ходить в школу, не надо ходить в школу. А дальше они играют в такую игру, он вспоминал, как одному из компаний завязывали глаза, остальные ставку, к хорим кричали. Тут я, к сожалению, отрезан, но у меня есть эти слова. Три, четыре, пять, и готово. Лови меня, ямкил. Что-то такое? Корова. Глупая корова. То есть, бессмысленная такая частушка, которая, естественно, звучала на Эдюшке, к сожалению, на Эдюшке я сегодня в этой книге не нашел. Опять же, тот вот замечательный эпизод, который нам рассказывал наш информат, когда они играли в футбол в Могилево-Падовском, а их друг стоял там на горке и про каждого сочинял такие стишки личные, такие программы, которые запомнились. Тут интересно и то, что вот эта вот идея как бы ритмования таких смыслных, смешных частушек, она, естественно, имеет гораздо более древнюю традицию. Отсюда растет и там подхонес, как бы вот такая вот развлекательная жанра на свадьбу, но на самом деле вот потребность человека с детства на идише ритмовать слова, сочинять из них стихи, она здесь очень хорошо, по-моему, показана. Да, причем, как бы интересно, что она связана с игрой в футбол, то есть вот это вот, соответственно, вообще говоря, уже целая, можно сказать, программа для исследований. Если вот приходится к информанту, вы можете сразу спрашивать, как строили дома, как играют, во что играют, какие при этом стишки сочиняли. Они будут про это рассказывать. Очень интересно то, что я не знаю, что старая индейская литература в тот момент своего какого-то такого высокого подъема, да, она определенно многое переосмысляла и переделала какую-то программную гемографическую традицию, с ней как-то хитро играла, что много было очень сложно в отношении с этой традицией, что ты используешь, что ты берешь, что ты оттолкнешь, как это значит стихотворение тоже про гремучего змея, который выглядел на самом деле. Да, да. Здесь, в общем, такая довольно простоточная фиксация такого этнического бытия прождая не было, но при этом художественность возникает за счет того, что, условно говоря, пословно на русском, в московско-линиградском мечте этого работы ничего не известно, но он это воспринимает как некоторое творчество, потому что представить себе такое довольно трудное. Да. Это типа ципи-ципи-эмерл, кем-цимирин-кэмерл, золох-дир-бас, наши с вами-тазны. Да, но это как бы взрослые дети, да? А это дети между собой сочиняют. Интересно, как бы не то, что это... Пахмер. Да. А кто дальше? Дальше не помню. Пахмер. Да. Дальше, конечно, у этого милиционера начинается, естественно, поскольку это рассказ, сюжет, у него начинаются определенные проблемы, которые он должен решать. Он должен, естественно, следить за порядком, он должен как-то жизнью порядочить. И первая проблема, которую он должен решить, это вот использование сахарных свеклов, значит, с целью, что из нее делают? Сахарный. Сахарный. Сахарный я делал на заводе. А что из нее делают? Сахарный я делал на заводе. Да. Значит, происходит это так. Грозовик везет, то есть речь идет о начале 50-х годов, грозовик везет свеклу на сахарный завод, на почках он подпрыгивает, естественно, свекла с него там падает, или можно на него там запрыгнуть, если он притормозил. И дети эту свеклу с него стаскивают и несут ее неким велголом, который в своем сарае эту свеклу, значит, складировать в мешках. А потом там такая элегантная фраза, что вот такой самогонный дымок, значит, над городом где-то вдалеке. И, конечно, это непорядок. Эрмахт Бронф. Эрмахт Бронф, да. То есть, Эрмахт Бронф, он всегда этим занимался. В общем, в этом, конечно, нет никакого ничего нового. А за Мелуха боим. За Мелуха боим, да. Но Мелуха, она, конечно, не очень легальная. Да, то есть, сначала он хватает одного из этих молодых человек, молодых людей по имени Мусик. Вот, там появляются мамы и замечательный диалог. Значит, мама пытается этого Мусика защитить. Он, Мусика, пытается каким-то образом наказать. Но, в общем, что может милиционер сделать с Мусиком и еще там куча, значит, этих мамаш, которые на него тут же и нападают. так, да. Вот. Но с Велволом, с Вазим Вевкой разговор, конечно, другой. То есть, к Вевке он приходит во всем своем этом самом силе, с силой закона и в общем-то, ничем это все не кончается. То есть, он арестовать этого не может. Понятно, что он оказывается как бы частью вот этой вот следы. То есть, отношения у него с этими временами не такие, как у, скажем так, другого милиционера могли бы быть. Дальше вот на той странице, которая у нас тут, кажется, это вторая, третья страница. Третья, наверное. Да. Жил он по-прежнему у тети Паси в старом домике на Тесах. Я не знаю, что это такое. Теосы. Какой-то районный. Районный. Да. Лично везде не складывалось, не считая того, что ему присвоили звание старшиной. То, что Маша, помнила? Это, видать, был его потолок. Да? Кто значит, что это был его потолок? Старшина. Почему он не мог стать младшим лейтенантом? Он по-ребрей. Да. Во-первых, нужно, да. Он по-ребрей. Он закончил вечернюю школу. И даже неплохо. Надо училищем с милицией. Я не думаю, что тогда именно надо было училищем. Я думаю, что это был его потолок имеется в виду. Если вы зацешили, что ты не мог идеи того, что в царской армии можно было прожить фибель, то есть старший ультрофицерский учитель. Да. То есть как бы до офицерского чина он вполне мог дослужиться. Там он оставался каким-то участком. Дальше там говорится о тех других. То есть там был один из шести, значит, там были другие. Кто-то из них сделал карьеру, стал майором, кто-то там, я не знаю, спился, кто-то умер. Но вот для него это его потолок. Я думаю, что опять же, если мы себе представим, рассказ написанный в 1981-1980 году, конечно, ничего большего, я думаю, он сказать не мог. Молодой писатель, начинающий, которому, конечно, очень хочется, чтобы его как бы напечатали, заметили. Но... КОНЕЦ КОНЕЦ